Всем доброго времени суток, с вами Лесна Рос, я Андрей Симулятор, потому что, если честно, очень жалко оставлять игру в недопройденном состоянии, потому что на последнее обновление, когда добавили нам с вами соперницу, как вы знаете, я там типа все способы устроения Асаны делала, но забыла про один. Точнее, не забыла, с последним обновлением я просто не смогла его сделать, не смогла сориентироваться, понимаешь? Дело в том, что мы не соединили Асану с вентилятором. Ну, там я уже виновата, я чуть-чуть накосячила, короче, сегодня все делаем быстро, четко и за два дня. Почему за два дня? Потому что для того, чтобы шантажировать Асану, точнее, нет, поговорить с ней о шантажисте, который шантажирует Асану, для начала наша задача будет с вами узнать об этом. Проблема в том, что я хочу избавиться сегодня от райбару немного другим способом. Я хочу, чтобы, хочу подсыпать ей что-то в еду, потому что вроде как я смотрела с обновлением, теперь это можно сделать. Когда она из-за стенки в обед подглядывает, теперь у нее стоит бента на скамейке. Так что надеюсь, что у нас это получится. Вот, ну и плюс ко всему, нам нужно подружиться с двумя девчонками, которые всегда тусуются. Вот они, кстати, бегут уже, нужно с ними взять их задание и отвлечь их на крыше. Вот, чтобы это сделать, я уже придумала целый план. Для начала мы их фотографируем, правильно? Для начала мы их фотографируем и сохраняем. Вот, обеих, чтобы выполнить их задание. Так, потом нам нужно будет с вами дослушать, как Асана расскажет райбару о том, что ее по телефону шантажирует какой-то засранец. А если мы устраним Асану во время обеда, то, к сожалению, этого разговора не состоится. А я не хочу пользоваться инфочан, хочу все сделать по науке и все сделать правильно. Вот этот разговор мне нафиг не сдался, поэтому мы сейчас быстро берем у девчонок задание. Так, вообще-то мне нужна помощь кое в чем. Я знаю, что это звучит странно, но я, в общем, потеряла лифчик где-то в школе, не могу его нигде найти. Интересно. И не спрашивай, как мой лифчик пропал, это вообще длинная история, понятно? В общем, он где-то, если ты где-нибудь найдешь его, то, пожалуйста, принеси его мне. Прости, это очень смущает. Как вообще можно просрать свой лифчик? Ты что, смеешься надо мной? Ясно. Берем твое задание. Хорошо, что у них клевые задания. Собственно, у Коконы задание мы знаем какое. У нее задание связанное с тем, что форма ей немножечко не подходит, а она не может себе позволить другую. Поэтому шить она не умеет, поэтому это сделаем мы. Для начала, я ни разу не выполнял задание вот этой дамы, я забыл, как ее зовут, Саки. Я не знаю, где лежит ее лифчик, но вроде как он должен возле дерева с Сакурой валяться. Значит, чтобы выполнить задание Кокона, нужно купить форму и перешить ее. В общем, ничего сложного. Значит, мы сразу... Мы сразу, мы сразу... Подожди, не отвлекай меня. Мы сразу заказываем чистую форму. И я пока не заказываю, будем заниматься этим завтра. Завтра будем травить, собственно, райбару, не сейчас. Потому что дружить с чуваком из спортклуба... Боже, это такой геморрой, потому что, ну вы знаете, бегать нужно на библиотеке, всем нужно принести что-нибудь. Ладно, у всех были бы клевые интересные задания, понимаешь? А они не клевые и неинтересные у них. Это больше всего раздражает. Так, берем форму. Бежим вот сюда. Где-то здесь должен валяться ее лифчик. Честно говоря, я даже не задаюсь вопросом, как нафиг здесь он оказался. Потому что это вообще довольно странненько. Но меня это не интересует. Где-то вот он должен, типа, в углу, что ли, лежать. Это не похоже. Это, скорее всего, кассета. Вот он, да? А там что-то лежит. Нет, там ничего. Это ее лифчик, действительно. Господи, дорогая, как он здесь оказался? Я клянусь, я просто не понимаю. Ладно, идем перешивать форму. В общем, мы все делаем быстро. Мы дружим с этими девчонками, потому что, скорее всего, они постоянно будут появляться на крыше. Когда, когда, в общем, там, не знаю, как он, ой, господи, как он и с этой бабой постоянно почему-то ходит именно на крышу разговаривать. Видимо, Яндеридев, он же это сделал с последним подавлением, чтобы Райбару стало проще. Хотя это то проще нифига не стало. Я не знаю, с чего он решил, что стало легче. Еще иногда у меня такое ощущение, что все, что он пытается сделать как лучше, знаешь, он пытается сделать как лучше, получается как всегда. И девчонки, видимо, теперь без какой-то надобности просто будут тусоваться на крыше всегда. От них, безусловно, нужно избавиться. Вот, хорошо, я говорю, хоть задание интересное, действительно. Все, значит, перешиваем быстренько форму. Они все равно где-то, наверное, вместе тусуются, если я правильно понимаю. Давай посмотрим, где девчонки. Так, где они находятся? Где-то наверху. Окей, больше, по-моему, ничего не нужно. Значит, а, нужно в 7.30 успеть на разговор о Саны. Да-да-да. Так, они пока что-то ходят туда-сюда. Мне нужны девчули. Девчули, а, не на крыше, что ли? Серьезно? Не пойму, подожди. На крыше? Да, прикинь, они просто там бесцельно стоят. Это вообще странно. Раньше, когда персонажи куда-либо ходили, у них какая-то была цель. А их цель просто потрындеть на крыше. А что, больше нигде, что ли, не судьба? Вот разработчик что-нибудь сделает, а объяснения этому никакого нет. Потому что потому, как бы. Все, отдаем задание. Значит, во-первых, вот твое нижнее белье. Пожалуйста, больше не теряй. Да, ты мне теперь должна. Во-вторых, разговариваем с Коконой. Вот тебе форма твоя замечательная. И для того, чтобы они отсюда вовремя свалили, мне нужно, чтобы я их отправила. Вот мы сейчас подружились, чтобы я их отправила пообщаться со спортсменами. Вот, то есть мы сейчас просто с вами фотографируем спортсменов, чтобы я могла девочек отправить с крыши. Со спортсменами проще всего. Потому что если ты отправляешь кого-то отвлекать спортсменов, они автоматически уходят в самый-самый низ школы. Поэтому если ты что-то делаешь где-то наверху на крыше, это самый лучший способ. Такие дела. Так, только надо посмотреть, они вообще что-то делают сейчас. Это спортсмены? Нет, вот спортсмены. А, спортсмены бегают, логично. Кто бы сомневался, что они тут бегают. Так, пацаны, мне нужны любые два. Что у вас тут? Че в ночный бег? Че делаете? Так, фоткаем. Ты первый. Хорошо. И ты будешь отвлекающим маневром. Заодно, может, с девочками познакомитесь, а? Все, время 7.20, бежим в место, где можно подслушать разговор Асаны по телефону с недалеким недоумком, с которым мы уже, кстати, справлялись по видосам. Можете посмотреть, если не смотрели. И, в общем-то, все, мне нужно дождаться, когда Асана поговорит с Райбарой, ждать следующего дня. Вот так все просто оказывается. Так, ровно в 7.30 это происходит. Соответственно, просто вот так заворачиваем прямо вот сюда. Мы это уже сто раз сделали, поэтому я в сто-сотый раз вам не буду рассказывать, что здесь происходит. И мы уже этот диалог слышали уже столько раз, что нет смысла переводить вам его заново. Я надеюсь, что если вы смотрите это видео, вы смотрели предыдущее. А то иначе, конечно, нихрена непонятно будет, что здесь происходит. Все, Асане позвонили, садимся вот сюда и слушаем. Ну, а вот она, родименькая, бежит. Ее подружка за углом стоит и смотрит. Все, слушаем. Кстати говоря, диалоги после того, как появилась информация Learn the New Info, после того, как ты получил информацию, дослушивать диалог не обязательно. Это я просто на всех случаях напоминаю. А вообще козлина реально не звонит, украла ее кошку, это вообще как, нормально? Вот и все, Асана сделала вид, что не заметила, что я вышла из нычки. Вот теперь ждем их разговора. Вот здесь хотят не обязательно, просто здесь Райбару спрашивает, да, у Асаны, что это было такое, тебе чем-то помочь? Асан такая, ой, я не могу, не хочу, ну ладно, после уроков расскажу. И надо дождаться как раз-таки времени после уроков, и все. Вообще сомнительное стало теперь место за этими вентиляторами разговаривать на крыше, потому что место больше не такое уж и укромное, если честно, там, если все вокруг тусуются. Ладно, все, мы это подслушали, подслушали, нам это не важно все остальное. Сейчас давайте вот на обеденном перерыве просто проверим, реально ли ее подружка кладет Бента рядом, потому что если она это кладет, то тогда вообще никаких реально проблем нет. Тогда можно вообще не заморачиваться за счет других способов устранения. Идем наверх, на крышу, давайте проверим, если она все время будет ставить Бента, это просто супер идеально. Возможно, это было в прошлом подавлении, когда он фиксил Райбару, просто я не заметила. Так, кладет Бента, нет? Ну-ка. Да, она ставит Бента! Ну все, отлично, раз что она ставит Бента, значит, нам просто нужно дождаться окончания уроков и подслушать их последний разговор. Все, можно совершенно спокойно, с спокойной душой идти заниматься. Но она же сделает это и завтра тоже, правильно? А то весь план как-то перехват будет сломан. Я не поняла, они, по-моему, прямо сейчас, да, перед уборкой пойдут разговаривать. А-а-а, ну тогда и ждать-то не надо. Ну все, идем на крышу просто, да и все, послушаем этот последний разговор, где она как раз-таки поделится о придурке-идиоте. Она хочет поговорить в приватном месте. Какое же это приватное место, если здесь две школьницы просто уши греют? Все, слушаем. Ну все, мы изучили эту инфу. Больше нам делать ничего не нужно, просто валим. Просто валим домой, а завтра как раз-таки займемся тем, что устраняем райбару и Асану. Все, погнали. Блин, я даже, я так четенько сработала, что я даже, если честно, немножечко волнуюсь, что что-то сломается. Потому что, как всегда, знаешь, ни в чем нельзя быть уверенной. Так, ну и сейчас самое главное сфотографировать Асану обязательно. Сделать ее фотографию для того, чтобы я смогла найти ее шкафчик. Все, фоткаем ее быстренько. Хорошо, сохраняем. Что мы теперь делаем? Теперь идем, значит, к ее шкафчику и пишем о том, что мы хотим поговорить. Во сколько? После, ну, не знаю, после уроков. Так, найти, вот. Найти, пишем. Вот сюда. Значит, хочу поговорить о твоем сталкере. Встреть меня, пожалуйста. На крыше. В. 3.30. Бум, готово. Теперь... А, теперь мы покупаем у Инфочан, значит, средство для устранения крыс. И забираем его. А потом нам нужно с вами взять отвертку в клубе ученых, короче говоря. Хочу, блин, обновление, чтобы вступить к этим модным белым девочкам. Блин. Когда оно уже будет, в конце концов. Взяли средство. Теперь идем на... На какой? На третий, кажется, этаж, да? На третьем этаже или на втором у нас Science Club. А, вот. Science Lab. Ой, а это... А что это? А это было? Это не то. Подожди, в смысле? Как же? А где же мне взять отвертку? А, это Science Lab. Фу, блин, мне нужен Science Club, а не лаборатория, а клуб нужен. Я подумала, все. Опять какой-нибудь косяк произойдет, как всегда происходит. Что это кто-то сказал? А, я должна с ним встретиться. Фу, это записка в смысле. Ну, ты с ним встретишься после уроков. Вот Science Club. Господи, я испугалась. Думаю, все, капец. Так, берем. И что теперь? А, ну и все теперь. Так, а теперь нужно избавиться от райбарушки. Ну, это несложно будет. Единственное, я не поняла, если я устраню ее подругу сразу. Она вообще согласится со мной встретиться на крыше? Я бы не стала, я бы послала. Все, ждем их здесь, она на крыше. Надеюсь, она опять поставит свою бента. Не поставит свою бента. Господи, я совсем забыла. Она не пойдет обедать, да? Конечно, она же сейчас занята другим. Ёшки-матрешки, правильно? Сегодня же книгу она читает. Да, ёлки-палки. Как же я теперь с ней тогда встречусь? А вот никак. Ну, блин, ну ладно. Хорошо. Ты знаешь, по-честному играть довольно сложно. Окей, пропускаем тогда обед. Потому что, очевидно, бента кушать никто сейчас не будет. Она занята книжкой своей. Так, Асана бежит встречаться со мной, а я не могу. Все очень плохо. Ох, мы уходим домой. Что за подстава? Значит, смотрите, видите, во вторник это сделать нельзя. Если все делать по-честному, не покупать инфу у инфочан. Но можно было подружиться, конечно, со спортклубом. Но это муть такая, что я не хочу этим заниматься. Так что просто уходим домой. Ничего, сделаем это в среду. А в среду она ходит фотографировать чертову фонтан. Меня начинает это фрустрировать. Неужели придется опять дружить со всеми этими? Ой, не хочу. Ой, я так не хочу с этими со всеми дружить. Ой, хоть убейся вообще. Будто бы все сделано для того, чтобы это не работало. Раньше просто так просто было ее отвлечь. А сейчас? Ну, давайте понадеемся, что все-таки они будут обедать. Хотя я уже ни в чем не могу быть уверена. Нет, она в час... А, ну да, она в час это и делает. Ясно. То бишь не сегодня, в общем. А что Асана делает завтра? Кушать-то она будет? Вообще. Такое ощущение, что они перестали питаться. Завтра, может быть. Я уже просто не помню, что там в четверг и в пятницу было. Но окей, давайте попробуем. Правда, мы делаем одно и то же. И надо было все это успеть за понедельник. Но это реально как будто специально так сделано. Что ты просто не успел в понедельник. И в другие дни хрен попадешь. Ладно, давайте посмотрим. А, они сегодня опять не хавают. Да идите твою налево. Ну все, ясно. Хорошо. Не едят они сегодня. Значит, мне придется... О, господи. Вот с этими разбираться. Ой, геморрой, а. Окей, давайте пока напишем Асане записку. Что встретимся с ней в 3.30. Я до этого времени успею выполнить задание. Короче говоря, да. Так просто от Асана не избавишься. Ой, не от Асана, а от Рейбару. Ну все, начинается моя любимая погоня. К библиотеку и обратно. Просто хочется обмазываться. Так люблю я этим заниматься. Ой. Вот бы телепорт был прям библиотеку. Так, все. Они пока все находятся в одном кабинете. У меня есть шанс быстро со всеми подружиться. Библиотека тут недалеко от их класса. Так что ничего страшного. Так, хорошо. Это недалеко. Библиотека близко. Ребята близко. Просто ко всем быстренько подходим. Выполняем их задачи. Хорошо. Два из четырех есть. А, это не так сложно, как я думала. Если ты делал прям с утреца, то есть шанс. Смотри. Реально, просто вот так вот пробегаешься быстренько. Берешь и отдаешь им задание. Класс. И тогда задание Буду можно взять. Окей, это не так все плохо, как я думала. Так. И твое задание выполнено. Все, осталось последнее. Боже, Буду, прикинь. Чувак недоверчивый. Сложно с ним, конечно, будет дальше по жизни. Все, кажется, это последнее. Просто когда они уходят вниз, они же еще на улице занимаются. Вот если вы не поймаете их до момента, когда они пойдут на улицу, заколебетесь. Клянусь вам. Кто еще не мой друг? Давай проверим быстренько. Девочка с фиолетовыми глазками. Это какая? Девочка с фиолетовыми глазами. Отлично, все, слава ж Богу. Буду. Говори со мной. Отлично. Теперь у меня есть задание для райбару. Все, наконец-то, ребята. Мы профессионалы, мы молодцы. Все, успели. Дице, конечно, потратили кучу времени. Немножечко зря. Но тут ничего не поделаешь, ребята. Фух. Тогда теперь берем что? Берем отвертку и все, правильно? Ну да, можно было сократить, конечно, потери. Но я же не думала, что они больше не будут есть никогда после этого. Пропускаем прям до обеда. Все, хоп. Все, теперь она должна с нами пойти. Сейчас на крыше поговорить. Ага. Надеюсь, девочки не там. Всех отвлекаем. Блин, и все, просто, и все понятно. Все, все. Будет все классно. Просто Асана несется со всех ног. Мне так как следует подготовиться, знаешь ли. Все, это сюда, правильно? Хорошо. Что там с Асаной? Бежит. Хорошо. А две девочки-то где? Я что, зря все это делала? Ну пока. Все. О-оу. Надо было отвлечь девочек. Я все запорола. Так, что же делать? Просто бежать. О, господи. О, боже, просто бежим. Аааа. Опасно. Как же опасно. Я не думала, что меня там все размотает повсюду. Как страшно. Переодевайся. О, господи. Вот это поворот. Вот это фейл. Вот это неожиданно. Зря дружила. Надо было... Вот если бы я девочек отправила, то есть это можно и сделать, и без... Они не видят, короче говоря. Я нафиг это вообще делала тогда, если они этого не видят. Просто, просто бесполезно было, представляешь? Я же если бы знала, только я бы и не парилась тогда. Ну да ладно. Все, я взяла новую форму. Так, все, бежим пока выкидывать все. Я не знаю, отвертку нужно выбросить или нет, но что-то вообще никто ничего не заметил. Если бы я все сделала правильно, и, в принципе, я, наверное, могла бы просто отойти. И, заметили, у нее безумие сразу в ноль опустилось. Эти парни все равно меня не палят, они заняты своими делами. Хорошо, главное, что мы чистенькие. Выкидываем. А, не надо выкидывать? Серьезно? Допустим, я не знала, что не надо выкидывать отвертку. Мне интересно, кого она обучает? Are you okay? Так странно. Стоит, ни с кем не разговаривает. Забавно, что никто ничего не увидел. Хотя, вообще, меня это, наверное, не касается. Так, давайте просто переоденемся и поднимемся на крышу. Посмотрим, что там будет происходить. Ну, я думаю, все прекрасно будет. Вот что будет. А, девчонки все еще стоят. А, правильно, а все, какие вопросы-то вообще? А чем напрягаться-то, правильно? Надо было вас отослать. В общем, я это зря делала. Слушайте, зря жаловалась на это задание, если они вообще здесь ни при чем. У меня такое ощущение, что здесь все помыть не получится. Просто чисто физически, если так подумать. А что, все, что ли? Никто ничего не спалит? Рай-бар у нее идет, главное. Походу, ее забаговало. Она там никого не учит. Просто стоит на улице и разговаривает сама с собой. Как думаете, просто игра сломалась, да? Она так и будет здесь стоять? Никуда не пойдет? Капец, надолго я ее отвлекла, получается. Да, она просто сломалась, окей. Значит, мы просто уходим домой. Как будто ничего и не было. Мы вообще ничего не делали. Мы здесь просто случайно проходили. До свидания. Способ удался, но он был какой-то ужасный. Честно, я в тот момент немного охренела. Вот, приехала полиция. Нашли Асану. Ничего не нашли. Вообще ничего не нашли. Ну, тупые, потому что. Дело сделано, как говорится. О, боже. Ладно, ребят. Ждем тогда до следующего крупного обновления. Потому что больше особо приколюх я здесь не видела. Это просто способ, который мы с вами должны были уже давным-давно сделать. Просто я про него малехонько забыла. Вот. Может, вы знаете что-нибудь прикольное. Какие-нибудь фишечки интересные. Может, какие-то отсылки прикольные. Пишите в комментариях. Залайкивайте комментарии. Самые классные. Мы с вами увидимся в других роликах. Отдельное спасибо спонсорам каналу. И всем до новых встреч. Пока.